Президент сказал, что Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек на Донбассе сосредоточены. Повторяю ещё раз, дважды же пытались это делать, военным путём решить вопрос Донбасса. И не скрывали это. Использовали технику, авиацию. А кто нам даст гарантии, что этого не будет? Это же тоже законный вопрос нашей стороны. Но вот это сложный комплекс, поэтому столько часов и разговаривали. Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения, то предают их анафеме. Говорят, что никогда этого делать не будут. Это разрушит украинское государство. Я же сказал только что об этом. Но так будут или не будут? Это же вопрос. Значит, вот говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооружённым путём. После очередного провала возникли Минские соглашения, подкреплённые резолюции Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что нам думать по этому вопросу? Ведь дважды уже пытались. И кто гарантирует, так третий? Вот это все вопросы, которые требуют своего кропотливого исследователя. В нашем общем лице? Продолжение следует...